Президент страны Владимир Путин В Самарской области, по информации регионального Минздрава, нет дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий. В Международный женский день губернатор Дмитрий Азаров поздравил молодых мам и сотрудниц областного перинатального центра больницы имени Середавина. Дорогие, милые, любимые, замечательные, очаровательные женщины Самарской области, я от всей души поздравляю вас с праздником, с Международным женским днем мира, добра, благополучия, радости, счастья, весенних улыбок и, конечно же, любви. Я приглашаю вас и сюда, в перинатальный центр, в другие роддома Самарской области. Сегодня здесь поздравил молодых мам с рождением детей. И очень надеюсь, что весна дает новые силы, и наши роддома будут полными, потому что у нас столько замечательных и удивительных женщин, которые дарят жизнь. С праздником вас! Особый подарок в этот день получила Надежда Бехтягина, сертификат на приобретение детской кроватки. Надежда приехала в регион из Донбасса. 4 марта у нее родился мальчик. Это восьмой ребенок в их семье. Здесь я родила спокойно, никаких этих. А там, где у нас роддом, там стреляют. У вас полное обследование, и это ребеночка проводят, и это. Я довольна. Вообще, как бы, детки тоже старше просятся. Там же школа, там же остались учителя. У него шестой класс уже все-таки. Перейдем. Ну, в городе мы еще так, чтобы сильно не были. Но надо будет съездить посмотреть. Я бы съездила, посмотрела. У меня дочка ездила на экскурсию, говорит, хорошо. В Самарской области более 40 тысяч медработников получили единовременные выплаты по инициативе губернаторов. Врачи получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средний медицинский персонал 7 тысяч рублей. Водители службы скорой медицинской помощи 5 тысяч рублей. Своих не бросаем. 6 марта в Тольятти прошел автопробег ветеранов боевых действий, участников военно-патриотических клубов, поддержку специальной военной операции на Украине. Стартовал автопробег в парке Победы Автозаводского района. На площади Свободы автомобили участников выложили символ Z. Сегодня собрались все ветеранские организации, мото-клубы города Тольятти. Проводим акцию в поддержке президента Владимира Владимировича Путина и вооруженной силы Российской Федерации. Мы ветераны за мир, но фашизм не пройдет. Не пустим, как не пустили наши деды, прадеды, и мы не пустим их. Моевое братство города Жигулевска участвует в автопробеге, посвящен поддержку наших солдат, которые воюют на Украине. Не мы эту войну начинали, но России ее надо заканчивать. Ребята, мы вас всех ждем домой. С Победой возвращайтесь. Работаем, братья. В Жигулевске отслужили молебен по погибшим воинам и мирным жителям. В день 80-летия со дня первого исполнения 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича самарцы вновь услышали великое произведение. На этот раз в исполнении оркестра Большого театра. Жители нашего города тоже могли его услышать в режиме реального времени. Трансляция концерта прошла в виртуальном зале «Пилармонии Тольятти». В Самаре завершился конкурс «Краса студенчества России». За победу боролись 50 студенток из 44 регионов страны. Обладательницей титула «Краса студенчества России» стала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камила Прахова. Она поедет на юбилейную российскую студенческую весну в Самаре. Победительницей в номинации «Краса зрительских сердец» стала студентка Самарского государственного экономического университета Ева Арсенадзе. Сделать прививку рядом с домом удобно и быстро. В Тольятти вновь прошла акция «Здоровый дом, здоровый двор». Тольяттинцы могли вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа.